Воспитатель Ирины Щекина участвует в конкурсе профессионального мастерства среди педагогов в составе команды 7-го детского сада. На этапе предметное занятие честь своей сборной она защищала одна. Так выпал жеребий. За 20 минут воспитатель должен был представить образовательную ситуацию для дошкольников. Ирина Щекина проводила занятия для малышей, которые только выпустились из ясельной группы. Мы взяли этих деток 1 июня текущего года. У нас прошла адаптация. Дети в группе замечательные, веселые, радостные, открытые. И, конечно же, когда жеребий пал на проведение образовательной ситуации, то сомнений не было. Нужно брать их, несмотря на то, что они такие пока еще, как кажется, маленькие. На самом деле они очень много знают и уже кое-что умеют. Ребята из детского сада номер 7 отправились на поиски пропавших из группы эмблем – подсолнухов, которые дети мастерили из своих фотографий. Пропажу малышей обнаружили у петушка, который захотел полакомиться подсолнечными семечками. Я хотел их сплевать, но пока не зернышек там не нашел. Буду дальше искать. Чтобы накормить голодного петушка и вернуть свои эмблемы, малышам нужно было смастерить новые подсолнухи. При помощи клея, бумаги и пластилина ребята с легкостью справились с поставленной задачей. Если взять вот эту бумагу и вот так ее свернуть, прикрепить при помощи клея, на что это становится похоже? На пасоничек. Отлично. Изготовив для петушка подсолнухи с семечками, ребята смогли обменять их на свои эмблемы, которые Петя принял за угощение. Таким образом, младшие дошкольники при помощи своего педагога смогли решить конфликтную ситуацию миром, без споров и разногласий. Он дал еще наши подсолнухи. Кто там? Я. Вы считаете, вы молодцы? Да. Петю накормили? Петя теперь доволен? Да. А вы довольны? Да. Другие слова, кроме «да» знаете? Да. За возвращенные подсолнухи ребята отблагодарили петушка веселой песенкой дружбы, которую исполнили вместе со сказочным персонажем и своим воспитателем. Есть у солнышка друзья, это мы и ты и я. Хорошо, когда друзья, это мы и ты и я. После состоявшегося образовательного события – анализ проведенного занятия. В прежних конкурсах профмастерства педагог сам выставлял себе оценку, отмечая недочеты и положительные моменты. Теперь формат изменился. Работу конкурсанта анализирует участник другой команды, который тоже вытянул соответствующий жребий. Баллы получают оба воспитателя – и тот, кто подготовил занятие, и тот, кто его оценил. Во-первых, мы хотим посмотреть методический уровень педагогов. Во-вторых, интересно то, что это неподготовленные, невыбранные люди. Ну, условно говоря, если в учреждении есть сильный методист, его не могут поставить на анализ, он может вытянуть все, что угодно. И это одно из преимуществ конкурса команд. То есть педагог, участник команды пробует себя во всем помогать своей команде и зарабатывает для нее призовые баллы. Образовательную ситуацию, представленную Ириной Щекиной, анализировала педагог детского сада номер 16 Ольга Щербина. Несмотря на то, что на должности воспитателя она всего год, Ольга достойно справилась с заданием и представила жюри развернутую аргументированную оценку. Я считаю, что воспитатель свою цель достигла, задачи были выполнены, доброжелательный настрой учитывался и, соответственно, все получилось хорошо. Итоги конкурса педагогических команд и в целом фестиваля «Педагогический фейерверк-2018» будут подведены в День учителя, который состоится в октябре. Анна Литвинова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...